Всем привет, с вами я-Иван или просто Иван, и сегодня мы продолжаем серию уроков по Юнити. На сей раз мы поговорим о том, как сделать рывок для нашего персонажа, добавим счет и возможность сбора монет. Так что давайте не будем медлить и начнем выпуск. Так как прошлый урок вам довольно хорошо зашел, мы продолжаем уроки по всеми любимой, надеюсь. Юньки, а также я еще устраиваю вместе с тем небольшую промо-акцию, так называемую, ребят. Если мы наберем под этим видео 28 лайков, то я сразу же выпущу новую часть по Юньке. Так что все в ваших руках, одним словом. И сегодня опять же, ну мы поговорим о том, что я сказал 5-10 секунд назад. Сначала давайте кинем новый материал, так и мы будем создавать монетки. Монеткой в этом случае будет служить у меня цент, то есть какой-то немного кривой, но все. Вот наш материал, переходим в него и делаем похожие действия, то есть мультиплай ставим. 2048 на 2048 у меня, ну значит то же самое ставим, что и здесь, то есть сотку оставляем в принципе. Тут оставляем, трилинейное ставим, чтобы было у нас трилинейное сглаживание. В спрайт-эдитор переходим, чтобы мы смогли разметить наш материал, то есть слайс, опять слайс. Ну и вот, мы разметили наш материал. Так, только давайте единственное переименуем его в цент. Так, давайте тут тоже создадим новые папки, то есть мало того, что здесь будут новые папки. Кстати, я не туда кинул наши вещи, надо их в объект кинуть, точнее наши things. Тут давайте тоже создадим папки, то есть create empty, давайте, к примеру, папку objects, папку objects создадим. И туда объекты все накидаем наши, то есть в этом случае цент. Давайте кинем. Кидаем наш цент в объекты и, как видите, у нас на нашем плейте создался цент. То есть монетка наша создалась. Теперь давайте немножечко все это подкорректируем нашу платформу и среду, то есть делаем все такое более, так сказать, да, платформенно, я не знаю. Расставляем наши центы, ну куда-нибудь сюда, туда, короче, везде их расставляем. Я, ребят, лоханулся, надо было им бокс коллайдер сначала дать и потом уже расставлять. Так, ставим бокс коллайдер и применяем из триггер. Так, все, расставили, теперь давайте что сделаем? Давайте, во-первых, запустим нашу игру. Эээ. В общем, ребят, мало того, что он прыгает слабовато, так еще он в этих застревает. Давайте сделаем так, чтобы он у нас не застревал на этих платформах, это сделать довольно легко. Давайте создадим новую папку, в этом случае materials. Нажмем правдой мышью, crate и найдем тут пшусик material 2D. Назовем его как object и расставим для наших объектов такие материалы. Box Collider и в Box Collider мы все это дело перетаскиваем, то есть перетаскиваем. Давайте везде это сделаем, перетащим на спорные объекты. Нам надо трение и бонусы на ноль снизить. И все, по идее, у нас все должно нормально работать, он не будет у нас застревать. Так, с этой стороны мы баг пофиксили, теперь давайте пофиксим баг с другой. Точнее механику, я не знаю как назвать. Давайте сделаем так, чтобы наш персонаж мог прыгать на нашу платформу. То есть считайте, снизу мог прыгать, а сверху, соответственно, опуститься на землю не мог. Для этого есть даже специальный эффект для такой вот интересной платформы. Он не называется, соответственно, еще платформа эффектор. Так, ну выставляем, соответственно, Collider Mask Everything, Relation Offset на ноль ставим. One Way, так ставим 180 градусов. One Way, вот здесь даже можно, опять же, настроить. То есть либо через один путь, чтобы использовалось, либо через группу. И можно еще стороны подкорректировать. То есть использовать трение, отскок, ну и всякие такие другие параметры. Давайте это уберем. Перейти в Box Collider надо и Used Boy Factor включить. Использовать с эффектором. И как видите, у нас сразу маску начертил, где у нас будет соответственно применяться наш эффектор. И посмотрим, как это все будет работать. То есть давайте разоргаемся и смотрим. Оп, оп. Какая-то криватор работает. Или давайте даже лучше сделаем, давайте поставим просто градусную меру поменьше. Давайте 170 поставим. Он, видимо, просто ударяется об эту платформу, так скажем. Вот, все нормально, теперь проходит. Давайте прыгнем. Так, ну все. Все работает более-менее. Так, теперь сделаем главную вещицу, а именно сбор наших монеток. Для этого нам придется создать новый скрипт, который мы назовем соответствующий, то есть сбор монеток. Кстати, тут у меня 2 цента находится. Переходим в нашу монетку. Add Component. Или нет, давайте лучше опять же перейдем нашу папку скриптов и сюда скрипт добавим. То есть правой. Create. C-Sharp Script. Перетаскиваем. И переходим в нашу Visual Studio. Скрипт тут будет наипростейший. То есть, давайте удалим даже апдейт. Void on Trigger Enter. On Trigger Enter 2D. Когда мы входим на наш триггер, то что у нас происходит. Надо будет создать новые переменные. Точнее, надо будет создать еще один скрипт, который будет отвечать за наш счет. За счет наших монеток. Это во-первых. А во-вторых, нам надо будет создать наш UI. То есть, как сказать, да. Ну, счетчик монет. То есть, на экран вывести. То есть, давайте, во-первых, мы переведем нашего игрока. Создадим новый скрипт. Давайте счетчик монет. Перетаскиваем наш CointGainer. Оп. Перетащили. И теперь давайте создадим также наш интерфейс. Давайте создадим папку под названием Screens. То есть, скрины. Screens. Создаем папку. Переходим сюда, в нее. Тут тоже создаем новую папку. Create Empty. Назовем ее Screens. То есть, Empty будет служить для нас папкой. В этом случае, так. Нажимаем протонуешь ее. UI. И создаем, ребят, текст. В Unity есть две разновидности текста. Первый текст обыкновенный. А второй текст мудрый. Ну, или же текст межпро. Называть как хотите. Естественно, второй будет покруче, чем первый. Но и чтобы его использовать, вам надо будет его скачать. Использовать мы, конечно, будем второй, а именно текст межпро, потому что он просто-напросто круче. Первый раз. Если вы выберете текст межпро первый раз, Unity предложат вам его докачать. Соглашайтесь на докачку через Asset Store и все, в принципе, у вас. Все заработает одним словом. Блин, я забыл. У меня же на этом проекте нету текст межпро. Вот докачиваем, ребят. Импорт. Как видите, наш Unity создал новый слой. То есть, создал текст. В этом случае мы можем его спокойно передвигать. То есть, LKM нажимаем и передвигаем наш текст туда, куда нам благорассудится. То есть, давайте, к примеру, вот сюда. Ставим наше центрирование на растяжение, чтобы при увеличении размера нашего окна... Давайте вам покажу для наглядности. Наш счет оставался более-менее вот там. Конечно, его размер не будет меняться. Но это все дело придется нам уже со скриптами регулировать. То есть, размер именно нашего текста. Если вы хотите, чтобы при разных окнах текст у нас был разным. И давайте создадим еще монетку. То есть, картинку нашей монетки для нашего счета, чтобы было понятно, что это такое вообще есть. То есть, нажимаем по конвасу, UI, и тут надо найти нам Image. То есть, картинку. Так, Image, Image, Image. Все, нашли. Передвигаем в ту же позицию. И добавляем нашу картинку. То есть, Source Image и тут центр. Давайте его немного поуменьшим. То же самое на растяжение ставим. То есть, вот, выбираем. И смотрим, кто будет смотреться. Ой. Ну, опять же, ребят, опять же, ребят. Все это дело надо фиксить с помощью скриптов. Блин, бедная монетка. На 5.4 вообще ее нету. Давайте тогда вот так поставим. Смотрится, мне интересно. А. Ладно, давай через центрирование у монетки нашей оставим. А у нашего текста через растяжение. Так, теперь что сделаем? Давайте перейдем в наш скрипт. И будем наш скрипт, соответственно, создавать. Кстати, не обязательно его привязывать на персонажа. Можно его привязать, в принципе, скринам. Но все-таки давайте лучше привяжем к персонажу. Он же собирает монетки. Для них наш скрин. Первая переменная будет отвечать за определение нашего текст межпро. То есть, публик текст межпро угуи. Это важно, ребят. Именно угуи надо выбирать. Назовем, давайте его, ну, coins-меню. Coins-меню, к примеру. Назовем его. А вторая будет отвечать за наш счет. Точнее, как отвечать? Это будет наш счет. Публик-инт. Ну, давайте ее назовем как coins. И равно нулю, ребят. Поначалу будет у нас все дело равно нулю. И теперь у нас сделать так, чтобы наш текст обновлялся, соответственно, равноправно нашему счету. То есть, нашим монеткам. То есть, пишем такие слова, как coins-меню, текст... Текст равно... Так. Так, ставим кавычки, чтобы он у нас обнулял наш текст, который у нас тут представлен. Плюс. Плюс coins. Так, все, ребят. У нас работать должно. Давайте теперь проверим, как это все дело действует. Сначала надо выставить для нашего скрипта. Наш текст межпро. То есть, перетаскиваем текст межпро. И смотрим. Так, давайте поставим, к примеру, 5. Вот интересно. 5, к примеру. Хочется мне 5 монеток иметь центов. Так, видите, у нас текст... Наш счет работает. Правда, он у нас... А, нет, обновляется. Обновляется, все верно. Да. В реалтайме, прошу заметить. Только давайте наш текст подальше выставим. А то, видите, если монеток довольно много у нас как-то слезает. Ну, либо можно, знаете, что поставить, как вариант. Автосайз. Вот сейчас должно все работать, как часы, по идее. Давайте посмотрим, как эти часы у нас работают. Работают ли они вообще. То есть, давайте 10. Ну, ладно, ребят. Опять же, тут на каждый вкус и цвет. Опять же, все это дело делается. То есть... Каждому свое, короче говоря. Так, счет у нас работает. То есть, изменять мы его можем. Теперь давайте сделаем так, чтобы при сборе нашей монетки, то есть, когда мы до нее касались, у нас к счету прибавлялось одно значение. То есть, единица, к примеру, прибавлялась к нашему счету. Это сделать довольно легко. Переходим в наш Visual Studio. Coin Gain. И тут что надо сделать? Тут даже, мне кажется, даже переменную надо будет создавать. А, нет, надо будет создавать переменную. Надо будет. Что бы мы смогли уничтожить нашу монетку? То есть, мы будем выяснять, где находится наш GameObject. То есть, наш объект соответствующий. Coin равно GetComponent. Давайте. Ставим вот такие странные скобочки. GameObject. Все, выяснили. И получается, когда мы входим на наш триггер, к нашему счету должна прибавляться единица. Но, ребят, в чем дело? Смотрите. Если мы просто так напишем, то есть, к примеру, давайте. Скрипт называется CoinsGainer у нас. CoinsGainer. У нас, как называется наша переменная? Coins. Он нам ничего не выдаст. Как видите, у нас ничего не находит. Равно... Не знаю. Равно... Coins... Coins плюс один. Не знаю, к примеру. Coins. Блин, ты меня задолбал. Coins плюс один. Почему, спросите вы меня. А все, ребят, легко, элементарно и просто. Потому что мы не установили для нашей переменной такое свойство. То есть, свойство статичности, так называемое, в Unity. С помощью которого мы бы смогли его передавать через другие скрипты. Чтобы установить это свойство, надо всего лишь, во-первых, сделать ее публик, нашу переменную. Чтобы другие скрипты могли ее видеть. А во-вторых, добавить новое состояние, так скажем. Статик. Статичное. И теперь, как видите, у нас все находит. Но из-за того, что мы написали с курицалапой. Он у нас нормально... Ну... О. Тебя нормально. То есть, к нашему счету будет прибавляться одна единица. Только, ребят, учите себе одну мысль. И мудрость. То, что если вы поставите статик. Вот тут давайте я вам покажу. То в нашей Unity вы не сможете его больше изменять. Вашу переменную. Никак. Пока статик стоит. То есть... Она просто уберется. Ну, должна убраться. Теперь нам надо уничтожить наш объект. Точнее, в этом случае, монетку. То есть, пишем Destroy. И... GameObject. Получается... Вот это мы зря писали. Вот это вот все дело. Получается такой маленький скрипт. Я просто думал, что можно было так сделать. Короче. По-другому малость. Но в итоге реальность оказалась малость другой, чем я думал. Короче говоря. Вот такой маленький скрипт получился у нас. И давайте проверим его дееспособность. Смотрим. Да, все. Монетки собираются. Нормально работает так все это дело. Так. Теперь давайте попробуем сделать рывок. То есть, рывок для нашего персонажа. Для этого нам придется, во-первых, создать новую анимацию. Во-вторых, ну, новый скрипт. Это соответственно... Ну, как новый скрипт? Новый код. Ну, или новый скрипт, как бы, опять же. Ну, все-таки лучше новый код добавить. Потому что... Так оно много удобнее. То есть, передвижение персонажа, как-никак. Не же что-то другое, прямо такое, сверхъестественное. То есть, переходим в анимацию нашу. И создаем новый клип. Тут нам надо найти наш... Вот, чертис анимейшн. Назовем его, давайте... Ну, дэш, то есть, рывок. И... Ну, анимацию я, конечно, не сделал. Потому что я ленивая зайница. Но... Тем не менее. Давайте сделаем какой-нибудь... Давайте вот такой. Типа, вначале он нормальный. Потом, типа, вот так вот. Что-то немного странно. Но, тем не менее, рывок. Так, все, анимация создана. Переходим в аниматор. Вот наш новый клипик. Дэш. Поставим, давайте, его сюда. Уже по красоте все было. И... Так. Поставили. От айдла ведем к дэшу. От дэша к айдлу. Так, и условия. Какое будет у нас условие? То есть, если... Во-первых, на переменную новую создать нам будет... Давайте бул. Бул дэш. Подадим ее. Дэш. То есть, если рывок включен у нас. И, если мы на земле, то рывок будет. Так, если у нас дэша нету, то, типа... Ну, все. Короче говоря, он у нас вырубается. Так вот. Переходим в наш скрипт. В этом случае, это передвижение нашего персонажа. Скрипт. Так вот. Вот наш скрипт. Соответственно, скрипт будет, конечно, небольшой. Но, опять же, от этого не менее интересный. Он такой, он небольшой, но малость запутанный. Так что, ребят, слушайте, что я говорю. И все будет хорошо. Так вот. Для начала надо будет создать 5 переменных новых. 3 флотовых. И 2 буловых. Давайте начнем с флота. Ну, это уже понятные переменные. То есть, в этом случае давайте создаем... То есть, первая переменная будет отвечать за скорость передвижения, время рывка. Ну, то есть, тут все понятно. Даже не надо объяснять. То есть, с какой скоростью будем двигаться. Так как мы будем просто ускорение применять, то тут все очень просто именно в реализации. То есть, публик, флот, дэшспид. Пишем просто дэшспид. И давайте он будет равняться 100F, к примеру. Дэшспид. Я забыл с точкой запятой поставить. Второе наше значение, это сколько наш дэш будет длиться. То есть, дэш тайм. В этом случае давайте сделаем, чтобы он длился у нас секунду. То есть, дэш тайм. Через слот, опять же. Ну, может через инт, как бы. В зависимости от того, сколько у вас будет длиться все это дело. И публик... Публик... Инт, или же опять же флот. Дэш таймер. То есть, кд наш врывка. То есть, говоря простыми словами, через сколько наш рывок перезарядится. Сколько у нас будет кд наше длиться. То есть, публик. Давайте тоже инт сделаем. Публик инт. Дэш таймер. Дэш таймер. У нас будет, к примеру, давайте секунды две. То есть, спустя... Без ф. Спустя две секунды дэш, получается, будет готов. Так, все, создали наши информационные переменные. И создадим, ребят, одну буловую переменную. Я немного, так сказать, заикнулся. То, что надо две создать. На самом деле, надо создать всего одну переменную. А именно, endDash. С помощью этой переменной наш скрипт, отвечающий за рывок, сможет понять, когда дэш закончился. Это, во-первых. А второе. Во время рывка мы не смогли поворачивать нашего персонажа. Ну и вертеться всячески соответствующе. Так вот, все, все переменные созданы. Теперь давайте писать скрипт. Скрипт простой, ребят. Опять же, ничего сложного тут нет. Но в какой-то мере мутерный. Так что, ребят, смотрите все внимательно. Копируем нашу функцию. Отчнее, условие. Условие, которое отвечает за преджение налево, копируем. И за право тоже копируем. В чем фишка? И в чем моя задумка? Если мы зажимаем клавишу A или GD и нажимаем на Shift, у нас происходит рывок. Как я, опять же, сказал уже до этого несколько раз. Во время рывка мы не можем вертеться, поворачивать нашим персонажам. Куда идем, туда идем. Поэтому, опять же, надо будет добавить нашему Input GetKey. Во-первых, условие. Это первое. То есть, если у нас нажат на A и если у нас нажат левый. Shift-Input. GetKey. KeyButton. Ой, то есть KeyCode, пардон. KeyCode, точка. И сюда пишем наш LeftShift. Вы можете все это дело изменить. То есть, поставить, к примеру, Alt, Backspace и так далее, и тому подобное. С помощью этой команды вы сможете такие экстрадинарные, и, так можно сказать, да... Ну, такие вот особые клавиши, так скажем, для Unity вводить. Вместо Speed нам надо будет написать, соответственно, Dash Speed. Так, Run меняем на Dash нашу переменную, отвечающую за рывок. Для того, чтобы воплотить в жизнь, ну, легче всего воплотить в жизнь нашу задумку, нам понадобится такая функция, как Энумератор. Энумератор это функция, включающая в себя интересные параметры. В этом случае нам понадобится задержка. Will the Return New Wait for Seconds. Конечно, это можно сделать другим способом, через условия, циклы, но это, ребят, очень муторно и некрасиво, как я считаю. Так что давайте все сделаем по красоте. Так, пишем нумератор. Давайте назовем его, к примеру, Timer. Скобочку открываем. Особые кавычки тоже. И начинаем наше обращение. То есть, теперь нам надо обратиться к нашему нумератору. Старт карантин. Пишем название нашего нумератора. И точку с запятой ставим. Так, здесь делаем то же самое. То есть, копируем просто-напросто и ставим вот таким вот образом. Давайте пишем Yield Return New Wait for Seconds. И в скобочке пишем наш первый таймер, то есть Dash Time. Сколько у нас будет наш рывок длиться. Теперь нам надо будет написать условия. Условие довольно легкое, ребят. На самом-то деле у нас получится. Если у нас End Dash равно False, то есть, если у нас рывок идет, то что у нас происходит? Начинает работать вот этот вот скрипт. То есть, этот скрипт наш начинает работать. И у нас все процветает. Если мы нажимаем на A и Shift, надо еще эти условия ввести. То есть, если у нас End Dash False, то есть, у нас нету рывка. Пишем еще одно условие. И, соответственно, что? Когда наш рывок заканчивается, то есть, Yield Return New Wait for Seconds, то что происходит? У нас в этом моменте должно произойти КД. То есть, определенный таймер, спустя который у нас только будет доступен рывок. Потому что в ином случае у нас будет всего один рывок, либо у нас их будет до бесконечности много. То есть, создаем новый иномератор. Назовем его, к примеру, давайте Таймер Дэш. Не, давайте Таймер КД, к примеру. И к нему будем обращаться с помощью Start Karantin. Это обращение к иномератору. Ну так просто, ребят, уточняю. То же самое, кстати, можно сделать и с обычными void, то есть, без апдейта и т.п. Просто пишем void, и потом, например, вот такой вот. К нему можно будет обратиться потом в будущем, ребят. Что у нас происходит? То есть, переходим в таймер КД. У нас N-Dash становится True. То есть, мы не можем рывок делать. Ну и передвигаться, как бы, мы можем. Потому что, если у нас N-Dash False, мы не можем передвигаться. У нас, как называется? А, с маленькой буквы. Вот, ребят, надо все очень внимательно. А то не поставить эту запятую, блин. Будете сидеть попутца. Горевать. Ну все, ребят, осталось только что на переменную ввести под названием... А, и активировать наш перемен, так называем. Потому что, смотрите, если вы написали, был N-Dash равно False, он как бы напишет его, и, по идее, он должен работать. А нифига он не будет работать. Как минимум, у меня еще ни один раз не работало, поэтому... То есть, вот так писать. То есть, Awake. Пишем название переменной нашей N-Dash. Равно False. То есть, False у нас переменная априори. И надо еще одну переменную создать будет. Это у нас что? Переменную под названием Control. Movement Control. То есть, если у нас Movement Control False, мы не можем передвигаться, вертеть камеры и так далее и тому подобное. Если True, то можем. То есть, условие простое. Если Movement Control равно False, то... Ну вот. Ну все, бан начинается. Начинается, ребят, бан. А бан, как вы знаете, никто не любит. Поэтому... Ну, кроме Нивана, естественно. Так, если False, то работает. Если не False, то просто False. И пишем в наш нумератор. То есть, Movement Control. Он априори стоит в False. Тут он ставится True. А тут он ставится False. А, ребят, забыл еще одну вещь сделать. Это... Если быть точным... Нашу анимацию. Я про нее совсем забыл. Копируем аниматор. Его вставляем. Тут True. На этой части False. Все. Ну, лучше, конечно, вот здесь писать. Потому что он что-то тупить будет. Ну, понимаете. Давайте, кстати, так и сделаем. Давайте поменьше рывок сделаем. Я думаю, только придется, из-за того, что он публик, менять его из Юньки. То есть, так его... Блин. Давайте флот поставим тогда. Давайте флот поставим. То есть, дэштайм. 05F поставим. Зря поставил. Ну, а так, опять же, чтобы показать вам, ребят. Все это работает. 05. Вот 05, вот это оптимал. Это вот оптимал рывок называется. И надо будет еще сюда поставить... Чуть не забыл. Не забыл, может быть, фолсом. Потому что у нас активировалось все это дело. Так, ну... Это файнали. Это файнали. Потому что, опять же, Первой компиляции ничего не решается. А! Я тут не изменил. Блин. Дэштайм. Ставим на 05. Просто, знаете, такая механика странной. Уинди, то, что в скрипте нельзя менять. Точнее, менять да можно, но... Это не влияет никак. Да, все работает, ребят. Как часы. Я не могу поворачивать чисто физически. То есть, он просто идет налево или направо. Все. Ребят, вот такой у нас получился туториальчик. Пишите комментарии, понравился он вам или нет. И не забывайте в акции устраивать так называемые невиданные щедрости. То есть, все просто. Набираем 28 лайков. Сразу же выпускаю новое видео. Не набираем. Оно выходит через полмесяца. В лучшем случае. А в среднем через один месяц. Так что, ребят. Все в ваших руках. А с вами был я, Иван Пустерев. Пишите комментарии, я хочу мне еще снять в Юнити. И всем спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok